всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня ролик называется вредители или вредители растений плодов и дел рук человека уничтожать их или нет так называемых всех тех якобы нехороших там насекомых ну или неважно знаете люди убивают там и крупных вредителей так называемых кротов там мышек ежей так далее мы принципе сегодня такая всеобъемлющая тема я долго искал какой-то значок на видео ну что-то лучше вот такой вот сливки с червячком я не нашел хотя как я вам говорю сегодня поговорим конечно и вообще о любом вредители вы знаете кто-то и птиц убивает там чтобы они не клевали или травят что только не делают поводом для сегодняшнего видео явился комментарий насти к моему видео навоз или гумос говно животных тогда я его записал она мне написала следующие вещи вопрос ну тут немножко нас была переписка и она более широко там кое-что спрашиваем и я вот выделил специально чтобы о чем конкретно из этого всего что нам нужно вопрос если сливок поселились насекомые я поэтому и нашел такую сливку с червячком их так оставить пусть едят или нет ну и там кое-что и мы переписывались как я говорю и дальше вопрос идет но я просто написал что я запишу отдельный ролик о вредителях что я сейчас и исполняю свое обещание свое слово она мне написала спасибо я не считаю их вредителями они просто тоже хотят жить они они же не знают что сливовое дерево кому-то принадлежит вот такое вот видео я не стал уже ничего там насти отвечать я полностью с этим согласен и я употребил это слово и на значке к видео и название его только потому что люди так это называют что было понятно об этом я сейчас и поговорю являются ли они вредителями конечно нет на самом деле то что человек называет вот именно вы знаете в принципе хорошо правильно заданный вопрос всем известная закон бытия мудрость это половина ответа вот принципе настя уже сама ответила на вопрос и принципе она его понимает действительно что они не являются таким вредителем ведь они вредителями являются только с нашей стороны со своей стороны и вы знаете есть такое понятие как эмпатия то есть сострадание сочувствие то есть когда ты способен поставить себя на место другого существа на этой земле видимого невидимого так называемого живого или неживого ну то есть там животный мир или растительный природ который нас окружает и червячок то он же не считает что действительно действительно никому не вредит сознательно он просто кушает это вот тоже надо понимать да у нас же все уничтожают а там для налетела а там это а там то ведь это такое же живые существа бог не создавал ничего плохого на земле никаких вредителей вот откуда все это и что с этим делать вы знаете здесь ответ очень простой на самом деле человек познавший истину познавший истину которая в любви свободе и вечной жизни бога всего его бытия и нас в частности людей как часть этого бытия у него все стоит на свои места он все понимает он действительно начинает понимать все он в себе раскрывается этой полнотой божественной любви становится богом становится абсолютно любовью чуть не глаз попал вот и у него все становится ясно и понятно да и вы знаете даже несмотря на то что мы с вами но первых этот человек знает что когда-то был рай который мы потеряли что в будущем его ждет небесное царство если он в этой жизни раскроется в полноте любви и там все будет абсолютная любовь и там уже не будет даже вот так называемых вредителей да вот хотя я говорю когда человек познает эту истину тоже здесь даже живя на этой земле которая в принципе для детей божьих является самым настоящим адом да но даже несмотря на это живя на этой проклятой так называемой земли после греха падения он зрит всю божью мудрость и любовь да и действительно когда ты доходишь до этого состояния то ты начинаешь понимать ну во первых ты познаешь что это вся наша жизнь после грех падения ну вообще после сотворения и грех падения это лишь школа жизни школа жизни чего познание все все всего ужаса зла который только можно всего ужаса боли которая проявляется в мире злыми людьми или там ангелами да и и всей радости добра то есть любви которая через любовь через добрые дела которые доставляют тебе удовольствие ты 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 наслаждаешься да вот это когда ты познаешь эту школу жизни всю вот эту вот так называемую мудрость хотя она он вся в простоте тебе все открывается и вы знаете вот со всеми даже этими вредителями я вот такие вам иллюстрации заготовил ты начинаешь понимать что в жизни в принципе ведь в мире ничего не уничтожима невозможно ты познаешь когда вечную жизнь что бог вечен что да нет никакой черной дыры или какого-то места где нет бога либо как в псалме написано в одном да куда я сбегу на дно ада и там ты бог везде и в мире невозможно ничего уничтожить все лишь меняет свои формы не существует не смерти это вся все бытие это лишь череда изменений форм и ты начинаешь понимать что в принципе ведь земля на которой мы сейчас живем проклятая так называемый после грех падения это лишь изменения болезни не существует сама по себе да это изменение хорошего и что такое по сути то кто знает что такое тьма это там где нет света то есть что такое зло там где нет любви нет добра там зло где нет любви там ненависть да и ты понимаешь что в этом мире дело не в том что он стал каким-то не таким да а дело в том в том что он стал не существовать да он же остался он просто измененным он стал больным да и ты когда понимаешь что дело не в том что как вот и в болячки да ну возьмите ручеек вот он тек да хоп что-то положили преграду он уже не течет твое дело убрать преградку он опять потек возьмите любой механизм шестеренка который крутится до часы ты ставь палочку между шестеренками и все туда камешек попал пылинка там в часы и они остановились на раньше механические часы были ты убери этот камешек среди этих шестеренок среди зубьев и все опять закрутиться завертится и все будет хорошо до человека там что они сузились сосудики лет как это забилось что ты все плохо работает да так автомобиль когда там система топливная забивается так и в человеке и у тебя начинается барахлить на работа вот мы понимаем что ваш этот земля она конечно же все что на нее просто исказилась все заболела да и и плюс 2 даже в раю и в небесном царстве мы будем творить поэтому есть простой закон жизни не делай зла и сколько можешь делай добра конечно же когда ты приходишь к этому всему все становится на свои места что вся наша жизнь другая иллюстрация да это ли то что мы должны эти пазлы да или вот эти вот всякие игрушечки сложить на нужное место ты понимаешь что даже в этой жизни не существует ничего плохого ну кроме зла исходящего из сердец проявляемых делах человеческих да и или ангелов то хоть нам и невидимых но все они там творят тоже доброе или зло когда ты все это понимаешь все эти остановятся на свои места и ты понимаешь что все имеет свою череду и свои причины и что в этой школе жизни ничего просто так не происходит конечно же осознавая все это ты приходишь к простым выводам когда ты познаешь понимаешь что нет ничего лучше жизни нет ничего лучше благой жизни любви и свободы и бессмертия и вот как мы с вами раскрываем вопрос того что якобы нам что-то навредило вот мы там посадили какие-нибудь ягоды фрукты там кустарник или деревья или под землей что-то выращиваем ну как это говорится да то есть корнеплоды там до картошку морковку ну вот как бы якобы это что-то нам вредит ну как надо поступать что важнее есть что-нибудь важнее жизни нет уничтожить все можно это легко ну я уже говорил о том что конечно познавшись не понимаешь что ничего не уничтожим но разрушить так скажем да разломать вот именно может каждый а собрать а собрать тяжело да так конечно же когда ты познаешь истину вот я сам живу уже последние года да там на земле тоже стараюсь по крайней мере да хоть здесь нелегко выжить но все-таки да и когда ты все вот это вот выращиваешь на природе живешь конечно же ты ко всему этому становишься относиться вот именно так как настя сама и ответила что тебе никто не вредит а он просто кушает и действительно и сколько бы там знаете для какая-нибудь не поразила всю твою казу капусту но у меня в прошлом году ничего капусты не получилось вырастить мало то что то я ее как-то плохо вырастил поздно посадил там все это какая дряхленькая так еще естественного концовки и все там поели устал я напрягаться по этому поводу нет тем более бог все устраивает в этой школе жизни как ты просто это к этому отнесешься да и мы не зря все живем в таком коллективном разуме так хотите коллективном обществе социуме ну у одного недостатка как апостол павел писал у кого-то при избыток и ты понимаешь что даже если все это случилось и случилось для урока жизни твоему вот как ты поступишь начнешь все уничтожать рушить или к этому спокойно отнесешься эти кроме капусты есть нечего но есть у тебя же выросли другие овощи и фрукты до возьмем те же самые сливы тут где поселился у меня их как бы полно то так и дичком выросший вкусный очень слив очень много деревьев нет и сливы валом было и причем поначалу на не тоже было видно что ее кто-то кушает повреждает но это все было поначалу когда то скажем пик урожая пришелся там столько было урожая сток все обсыпано и даже собирать в этом году но я здесь все несколько лет живу на новом месте и одевать некуда был я даже собрать не успел но у меня тут много дел в первый год было за все невозможно взяться вот хотя поначалу игры тоже она была поврежденная кто-то там кушал червячки я тоже видел все это я здесь ничего не делал во первых я сейчас сразу себя скажу то есть ну или сразу же неважно да то есть я конечно же никого никогда не убиваю я не не травлю никаких вредителей не ничего с ними не делаю я на них и не жалуюсь да кто что там кушает я картошка у меня росла во-первых долгое время карландского жука вообще не появлялась хотя в россии это конечно так напасть до в конце когда он появился я ничего не делал я еще несколько лет назад я помню в другом месте я жил там я делал такой более гуманный способ то знает веником берешь и ведро с куста этих жуков и куда-нибудь подальше уносишь я так делал там а здесь я даже так перестал а вот в прошлом году я даже так перестал делать и вы знаете ничего это не изменило ну поели чуть-чуть и причем кто знает после картошки и они очень любят баклажаны вот росли у меня баклажаны ну ничего баклажан у меня выстояли они даже даже есть там уже в конце когда уже весь урожай там и баклажанов собрал они стали появляться это в принципе они у меня с листвой до конца бы стояли они даже не поели вот хотя в некоторые года я помню в первый где там жил на земле у меня поели так серьезно вот баклажаны вот видите когда ты чем больше верю укрепляешься в этой уповании на бога бог тебе все даст что тебе нужно вы знаете много раз задумывался кто знает есть вот возьмите то же самую картошку многие утверждают что в принципе после того как она отсвела надо вообще всю ботву срезать под косу чтобы плоды там уже сами развивались вот вам пожалуйста так может быть то что мы всех этих жуков зачем-то колорадских то там травят кто их там топит убивает происходит или еще что-то в том что в ведре когда собирает их же там потом топит я я может быть согрешил даже один раз по уме их тоже топил по глупости ну вот я говорю каюсь то есть я тоже возрастал во всех тех вещах вот я уж честно не помню топил я их тогда или я их просто в другое место выкидывал вот ну ведь я тоже возрастал и пришел к этому до 100 кто сказал что они вредят потому что они должны все это зеленую ботву то съесть чтобы тебя можно поэтому картошка плохо растет иногда там мелочь вот такая потому что все это в ботву идет вот вам живой пример поэтому конечно же когда ты все это познаешь ведь те кто там и червячки они же мог кого-то отгонять ну поели они у тебя знаете павел как-то употребил такую фразу не загружать не заграждайте рта у вала молотящего это было сделано это он сказал к тому что но там он от применял вообще к людям которые вот слова словом служит что им помогать тоже надо но он это сказал к тому что действительно эти валы топтали их привязывали там ну вокруг как мельница чтобы они ходили копытами перемалывали там зерно да и вот и додумывались даже этим валом завязывать рот чтобы они не ели да то что они молят но это же было отвратительно до животные так трудится хоть но есть она сколько-то но она и трудится для тебя да понятно вы знаете как веган против этого естественно но просто вам такие примеры рассказываю да вот тем более то есть примеры из грешной жизни людей вот и поэтому ты когда до этого до всего доходишь что все эти остановись на свои места я рассказывал кто знает сейчас расскажу в китае был случай буквально вот 50 пом лет назад когда они там решили всех воробьев истребить типа не стали там напрягать по моему чет как бы есть много там с полей их них там зерно или еще что-то они там их стали в государстве было объявлено что там за каждую чуть ли не воробья денег помдают их стали все уничтожать в массовости даже вот вплоть до детей там стрелять началась нормы так у них через год вот-вот насекомые сажали все что только можно было и они стали этих воробьев в англии покупать там паровозами везли вагонами к себе везде этих птиц чтобы они стали есть насекомых да это вот живой пример поэтому конечно же человек познавший истину даже несмотря на то что мы живем после грехопадения ну так это там названа проклятая земля в кавычках на самом деле это школа жизни которую мы с вами проходим вот то даже ты здесь живя не смотришь живешь по законам все 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 всего мира и среди грешников все это работа но ты живешь совсем по-другому ты действительно саешь понимать что всему свое место знаете мы очень любим дергать сорняки там все это выпалывать оголять землю что касается земледелия и все это не так любое растение растет для чего-то именно она может отгонять каких-то насекомых а мы вот все выпалим все под чистую одну голую землю оставим сажаем якобы культурное растение то возмущаемся почему там какие-то насекомые а может быть если там рядом росла обычная ромашка или подорожник или какая-то трава который даже название не знаешь может быть она бы отгоняла это насекомое или или это насекомое ела бы вот эту травку которая более полезна ведь есть же повкуснее есть по это и кто знает кто эко земледелем занимается вот именно есть ты специально сажаешь так называемых всякие травы сидираты растения которые на себя отвлекают этих самых насекомых там да и твои культурные не трогают эти растут более того то что это растет эти насекомые все чему-то служит да и вот в той же самой земле возьмите кто там червей наоборот даже умудряется додуматься убивать кто китом личинки там или еще что-то себе в голове придумав или где-то начитавшись что все это вредно все что есть на земле все полезно вы знаете я не просто так вам вот эти вот картинки такие нашел я в чем хочу и что ими хочу сказать да что смысл их всех ты когда достигаешь полноты познания истины ты понимаешь что все просто надо упорядочить что это все раскиданные кубики да или вот пазлы которые ты должен просто правильно собрать на этой земле вот и все это просто начинаешь все гармонично то есть как богу как мы люди детям своим вот даем там да и чтобы мы развивались мы там вот видите как на картинке там кубик кубику там или по цвету собирать здесь тоже самое когда ты все понимаешь ты понимаешь что в жизни нет ничего вредного вот от этого слова да это действительно все такая же жизнь живая так называемой природой неживая называют хотя она такая же отчасти живая да то же сам растительный мир вот ты все это понимаешь и понимаешь что все это просто гармония бытия и ты начинаешь в нее не вмешиваться не ломать ее а наоборот созидать ты начинаешь ее просто украшать созидать с творчеством конечно проблема особенно религиозников они считают что все что бог там создал да нельзя на татуировку себе сделать нельзя то нельзя все на самом деле это бред конечно нельзя там накраситься нельзя украситься все-таки ерунда вот мы здесь на этой земле как дети божьи играемся точно так же в эти игрушки как и мы своим детям до в детстве точно так же даем игрушки да мы не говорим вот на те чистый лист вот тефломастер я это создал ты с этим ничего не делал нет наоборот говорим бери рисуй добери из этого листа белого чистого 4 слепи там какой-нибудь самолетик или еще что-нибудь да какой-нибудь эрегами цветочек бумажный вот то есть мы все время что-то творим и поэтому конечно когда ты все понимаешь ты просто начинаешь все с места на место переставлять украшать как тебе нравится что-то просто творить вот и все и поэтому все так называемый конечно вредители ты когда к этой гармонии приходишь что это конечно удивительное чувство и жизнь в этом плане ты вообще не напрягаешься вот и поэтому даже если масса там якобы съели какие там ягоды что-то клубничку там в один год ты не напрягаешься когда люди живут вообще не там допустим кто знает такой постоянно вот у тебя яблоки не уродились или их там поели у соседа точно такая же но образно говоря яблони там да пусть другого сорта другой возраст у него может этом столетний дерево наоборот свежим не столетний а у него почему все растет и не летит и ничего к нему не летят то он тоже ничем там не опрыскивает многие мы покупаем какие-то участки нам неизвестные переселяем кто-то там от рождения живет на земле да вот это явно у кого что-то растет у другого не растет мы это видим буквально на соседних прям участках у тебя растет у соседа не растет или наоборот вот поэтому бог придумал так все чтобы действительно проявляли еще любовь в этом друг другу но образно грям мы не обмениваемся в современном мире так как живем порой то есть сами земле сейчас селимся люди в незнакомых местах там никого не знаешь ни таких общин да ну образно говоря это все происходит обмен пусть через деньги посредством рынка но и по сути обмен просто те же самые деньги придуманы для простоты этого обмена до бога для более грамотного и равномерного обмена и удобства этого обмена да вот по сути так и есть да поэтому здесь просто страдать нечего без всего можно пережить это опять же испытывает человека насколько он страстные на готов ли он там себе простите задницу разорвать что вдруг что-то не получилось не удалось или там конфетку ему не дали это образ и есть этой конфетки но ничего переживешь что без это причем это можно в принципе и так получить и поэтому как приходишь конечно это гармонии то все у тебя становится на свои места ты живешь и всему радуешься ну и что что ну поели ничего поели значит так надо было да я говорю ты ко всему приходишь этой к растениям вот ну какое-то растение да есть и растения не 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 состыкованы да невозможным рядом находиться ты берешь одно пересаживаешь просто в другое место вот и все разделяешь их то есть все это для нас образы оставлены да и мы вот все это созидаем по правил по правилам просто вот и все оно с одним то несовместимо а другой без него наоборот жить не может да это все как бы законы существуют они нам образно даны как мы сами существуем с вами в этой земле в небесном царстве будем как огонь соломы не соединяется огонь сам по себе плохо нет солома плоха нет всему свое место всему свое назначение это просто к этому приходишь вот и все поэтому любой тот червячок ползай кушай он же что-то какую-то другую пользу делает чет на себе переносит там какие-то бактерии пыльцу и так далее да вот поэтому смотря с какой стороны на этот вопрос просто посмотреть здесь зависит от того кто как вы на это смотрите они что это вам кажется поэтому все эти конечно вредители не вредители это и растение животных вот и мы с вами в частности то есть в нашей природе если созидать и несмотря на то что вся эта земля как бы есть уже как я груди а мне от религиозным все время ходят сказать которые игры там против всех этих татуировок там или еще любого творчества они пару любого творчества или почему которая только им нравится они считают правильного все остальное неправильно здесь то же самое мы с вами когда на какой-то земле селимся да она прекрасна сама в себе можно и оставить вообще в первозданном виде пусть все само собой растет и трава по голову но она прекрасный в другом нам же нравится полянки казалось бы гремучий лес там или заросший весь и тут баста выходишь на такую красивую солнечную полянку с низкой травкой с множеством цветочков там и ягод даже то есть самый земляники там еще чего-нибудь да тебе же это нравится ты видишь что природа разная так мы просто природа обычно пытаемся этот маленький рай небесное царство на своем участке созидать вот и все поэтому то что мы где-то что-то выкапываем в другом месте побольше насаждаем пост пытаемся это сидит в природе человека потому что мы образ и подобие кого бога он кто творец мы образ и подобие творца в нас эту сущность даже невозможно заглушить как бы ты ни пытался ты конечно может насильно делать и страдать но суть и реальной жизни такова что ты творец вот поэтому своем участке мы точно также все просто пытаем сбалансировать к сожалению мы надо все это делаем неправильно вот но тот потому что истины не знаем опознав истину ты понимаешь все и начинаешь созидать все правильно и каждый пазлик ложить на то место на котором он просто и должен быть отказался делать и делают и люди не познавшие стены у них поэтому и получается все уродливые некрасиво это вечно совсем борется а когда ты познаешь истину тебя все получается идеально гармонично все работает все нужно да ты никого это не ежиков не убиваешь не кротов да тебе бог на сердце открывает все и как что поступить вот кого надо он сам от тебя отведет вот все живое будет с тобой жить в гармонии пусть у соседа будет все беда хотя беда у него будет по его делам вот у тебя может быть тоже какие-то беды но они тебе будет для испытаний тебя в любви просто вот и все в жертвенной любви способен ли ты там это 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 несчастье претерпеть вынести не пожелать зла создать добро наоборот вот и все так что все очень просто и понятно поэтому действительно никаких вредителей не существует в мире нет никакого зла кроме исходящего из сердец человеческих нуля ангельских и проявляемые в делах все что действительно такое мы можем реально видеть что обладает свободой а что не на человек творит зло опять же потому что обладает свободой но сама природа так называем как его ее называют неживой она так скажем ей не обладает она просто есть и мы обладая свободой тоже ее украшаем вот и все так что такой вот мой ответ да ничем не пользуйтесь никого не убивайте все чепуха а все это что там начинается найти ой да как вот а в масштабах производства да у них все папа поэта погибнет и начнется голод все это от греховности вы знаете рейтс рассуждение грешников и там грешники рассуждают об этом грешники и все это не просто так происходит поэтому все это рассматривать знаете уже когда докатилась до 1 а да как я говорю и потом на это все тыкать да там потому что неправильно делается и делают все неправильные люди если хотите да вот я сейчас рассматриваю то что все эти знаете то что мы все заперлись каких-то мы квартирах это тоже неправильно живем где-то кто-то там для нас полями выращивать все одно и то же всю землю выжгли подчистую этой химии этими лезвиями все посрезали все но так она поэтому идет все неправильно в природе все гармонично мы извращаем все это неправильно поэтому тут за одно за другой цепляется и знаете смотреть только на симптомы как при болячке а что же не температура сейчас он от температуры сдохнет надо срочно избивать или вот у него давление но этому же есть причина вы же не лечите причин причина вернуться от этого зла чтобы уничтожить так скажем надо прийти в правильное сознание и дела тогда все будет поэтому все это знаете это уже пытаются серединке все разгрести а так не разга не разгребешь чтобы всю жизнь данных таблетках сидеть там от этого давления если не узнаешь какая болезнь так что все это конечно по сути мой ролик всегда обращен к праведникам в этом плане да к познавшим истину либо к стремящимся а тот кто грешник тот кто в этом завяз он так всегда и ковыряется он слепой и видит только внешне не понимая внутреннего вот это все понимает все у него становится на свои места следующий ролик я буду записывать ибо иисус дал власть над вредителями в евангелии есть некий момент и я так как ролик по веганству записывание только как просто веган как христианин бог не положил на сердце тоже это это место из писания вспомнил да то у нас все извращает да ну вот кому интересно следующее видео будет не веган потому что ибо ибо иисус дал власть над вредителями там есть некие слова такие по плоти их можно воспринять как всегда ужасно дал власть наступать на змеи скорпионов до якобы их можно уничтожать речь сошла там шла конечно об иносказательном пониманием об этом мы поговорим в следующем видео в этом видео у меня все не забывайте ставить лайки и делиться этими роликами на своих ресурсах да Субтитры создавал DimaTorzok